Коротко о парламентской неделе, в течение которой мы, кстати, узнали о существовании еще Сергея Веременко. Оказывается, депутат... Выступил красиво. Подражаем был, да. Кстати, выясним, что на следующей неделе он якобы был госпитализирован в больницу с инсультом. А до этого болел гриппом. По первой версии. Да? Да. То есть его пресс-секретарь после этого события сначала сказал, знаете, он так сильно гриппом болел. А теперь вот бах, его инсульт. В прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждое практически сейчас действие недружительных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее, но вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут, да, мы привезли голубь. Это же страшное оружие на самом деле. Спасибо. Нет, ну здесь что, может только как бы, ну как минимум, здесь не поаплодировать. Зачем? Они как минимум... Ну, то есть ты понимаешь, что это объяснение хотя бы показывает, что он хоть пытается имитировать какую-то ответную связь с нашим? Да, как-то надо... Давайте как-то объясним. Я согласен, тут надо вот эти вещи приветствовать. Я просто временно хотел поднять тему о борьбе с иностранным вмешательством. Да, да, да. Но не совладал с мыслью. Не совладал с мыслью. Ну, так иначе. А вот следующий спикер совладал. Депутат Олег Нилов заявил, что из-за россиян, купивших цветы на 8 марта, 6 миллиардов долларов вытекли в Голландию на снаряды ВСУ. Ну, смотри, ты должен понимать, что Дума в связи с тем, что как бы реально у них сейчас забот каких-то серьёзных нету, а там определённый процент, причём довольно-таки серьёзный процент, это фриков. И их вот именно KPI оценивается по количеству таких выступлений, заявлений, внесения всяких инициатив, причём с туман... Многие вот эти, которые законопроекты сейчас появляются, их читать без слёз нельзя, особенно от ЛДПР. Жириновский ушёл, они не тянут даже близко. А дух-то остался? Дух как раз не тянется. То есть, понимаешь, Жириновский – это был тролль высочайшего уровня, это был умнейший человек. То есть, понимаешь, это был реально умный человек, который понимал, что это делать, и все сейчас этот шепеток, который после него остался, они пытаются ему подражать, но ни умом не тянут, ни сообразить ничем остальным. Поэтому и заявления такие, и всё остальное. Ну, давайте тюльпаны отрежем, ну, ещё что-то. Причём, как бы, я, честно говоря, не очень сильно уверен, что они утекли за границу, как бы, эти деньги, и без тюльпанов прекрасно утекают. В своё время я помню историю, когда, по-моему, даже ЦБ сделали три карты, значит, наложили. Одна карта – это, значит, все основные наши продуктовые рынки в Москве и в крупных городах. Вторая карта – точки перевода денег за границу. И они так сложились, и когда выяснилось, там уходят такие огромные деньги туда, вот такими мелкими суммами. Почему вот сейчас же грохнули, вот мы, как бы, у нас даже алга тут встала в определённую... Да, потому что, ну, Киви никогда это не был банк для, вот именно для населения, для коммерческих структур. Киви – это была специфическая структура, и именно предназначена для определённых действий по движению денег, в том числе, за границу. Ну что, вы покупали тюльпаны? Спонсировали её в СУ? Не, так сказать, должен повиниться, да. Пришлось вступить в это сообщество россиян, которые потратили 6 миллиардов, но мы невольно это сделали. У нас есть, как бы, эти... смягчающие обстоятельства. Мы... на них же не написано, что вот эти... этот тюльпан идёт на финансирование снаряда. Но я полагаю, что на будущий год надо бы ввести уголовную ответственность за покупку иностранных цветов. Это было бы мудро. А как же отличить? Оно в совхозе... А, у нас есть призумция виновности. Вот вы и докажите, где вы его купили. У вас в документе должен быть агросертификатик с фотографией цветка и так далее. Это, знаете, вот здесь Госдума справится. И вот в этот момент самым выгодным будет торговать этими сертификатами. Да, Госдума точно справится. Потому что вот этот вал нелепицы, который оттуда, значит, следует, это вот на самом деле действительно срежиссированная вещь. И, наверное, всякие вот эти Ниловы... Кстати говоря, господин Нилов выступал в отличном итальянском костюме, который тоже, в свою очередь, всерьёз спонсирует страну НАТО, если так разобраться. То есть костюм Паула Зеллери стоимостью 7 тысяч американских долларов, который он носит, как-то диссонирует с вот таким патриотизмом на тему... Не в костюме же от большевички ходить, ну что же? Почему же? Нет. Было бы даже здорово вообще.